всем привет всем здравствуйте посмотрите какие у меня роскошные новинки в руках и не поверите это лаковые новинки пишите кстати в комментариях кто очень любит лаки эми кто вообще в принципе обслуживать клиентов с обычным гигиеническим маникюром и у вас есть хотя бы 20-30 процентов вот этих девочек женщин которые любят просто натуральные ногти покрытые лаком у нас сегодня с вами лепка пластилином сейчас покажу быстренько что мы сегодня с вами будем делать и здесь таком два варианте к подготовила очень милейшая осенняя лепочка вот я специально сделал очень сложный фон чтобы лепку при этом можно было сделать такую где-то быструю на быструю руку без всяких сложных элементов без прожилок сложных серединок когда лепка делается очень быстро и она такая с одной стороны вроде примитивно но на общем фоне который был создан для этого получается очень вкусненько очень красивенько вот поэтому кто давно не лепил сейчас будем с вами лепить цветочки это последний рывок по лепке потому что все таки лепка это в основном цветочная тема и в основном это весна лето начало осени потом это конечно тема не не актуальна хотя вот последние абстракции которые показывала лепка офигенно мне кажется 8 будет смотреться кто пропустил на прошлой неделе прямые эфиры обязательно посмотрите итак показываю новинки я сегодня решила начать не только с новинок которые чисто для мастеров занимается классика гель-лаком маникюр педикюр а кто например просто любит лаки во первых у нас вышла пополнилась коллекция наших лаков обычных вот таким красивым нюдовым вайбом называется осенний вайб осенний вайб роскошные красивые бежевые оттенки лаков еще раз смотрите не гель-лаков лаков посмотрите эти красавчики почему у меня даже мои знакомые еще весной просили говорили катя сделать еще больше нюдовых оттенков вот поэтому под запрос сделали еще больше оттенков нюда бежа посмотрите цвета просто идеальные вот хоть все шесть цветов берите это вот просто такая база база хорошие качественные коммерческие цвета в наступлю наступившие осенью будет очень актуально значит еще раз коллекция называется осенний вайб и так пишите у кого сколько клиентов давайте прям количество напишите кто делает просто маникюр покрытия лаком так можно сфотографировать сейчас экран это оттенки осеннего вайба лаковые цвета очень красивые сейчас показываю самая крутая новинка мне кажется сейчас гель-лаковые мастера просто обзавидуются называется бессонница коллекция инсомния 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 и смотрим какие цвета так цвета это роскошь это матовые цвета которые после высыхания не требует дополнительного перекрытия есть оттенки которые в принципе вполне себе достойно в один слой даже ложатся не бойтесь наносить в два в три слоя потому что это лак он понятно что требует ни одного слоя но еще раз есть оттенки в этой коллекции которые реально не требуют второго третьего слоя при этом они матовый слой на матовый слой офигенно ложатся потому что есть такое предвзятое отношение что например матовый лак на матовый слой слой на слой не ляжет такое вот встречается но я считаю что у нас получилась удачная коллекция по консистенции потому как она ложится и то что она сразу же превращается в матовую поверхность это вообще кайф ну во-первых цвета давайте начнем с того что это абсолютно трендовые цвета в рамках текущего сезона чем-то перекликается гель лаковой коллекции да видите она тоже темная здесь тоже темные глубокие оттенки есть и темно-бордовые темно-синие и коричневые и красивые черные красивые серые вот такой вот морковный это все вот абсолютные тренды вы так мне не написали напишите количество клиентов кто обслуживает клиентов с лаком вот а у кого есть подруги кто упорно только скупают лайки и пользуются только лаками у меня такие есть представляете есть у меня такие товарищи кто пользуется только лаком и всегда кстати ждут новинки от эми потому что несмотря на то что мы не сильно такая лаковая компания но тем не менее ниша которую мы занимаем в лаках она у нас хорошо представлена у нас есть офигенные классные продукты они у нас бьют рекорды продаж на валбересе там где сидят обычные женщины которые даже на маникюр не ходят вот очень очень любят наши лаки так ну приступаем с вами к теме сегодняшнего эфира да кстати мой новый маникюр не поверите я с короткими ногтями сегодня сама в шоке как выдержу не знаю мне нужно было просто на тест поставить гель вот протестировать его поэтому я решила использовать слайдеры номер 141 как раз появилась причина почему я их ношу вместо своего синего маникюра вы помните что я в прошлый раз говорила что вот он дизайн с прошлого эфира прошлое по пятница я должна была сделать ногти вчера синие но не случилось нужно было срочно в тест поставить продукт который я там намешала но и хочу проверить как будет носиться и в итоге пришлось снять весь материал оставить картыши вот но я еще пока вот в планах вот такой маникюр делать кто пропустил прошлый эфир обязательно пересмотрите короче ни у кого нет лаковых клиентов я поняла либо три коллеги действительно лаковые клиенты они редко ходят в больших количествах на маникюр в основном они любят делать себе маникюр сами итак новый слайдер я им никогда не работала сегодня я не планирую им работать просто хочу показать потому что здесь на самом деле маникюр как с ним выглядит вот это камуфляж и просто в центр вы клеите по одному элементу смотрится обалденно делается очень быстро стильно классно сделать именно на все десять пальцев в общем очень классно очень классный слайдер и мы с вами приступаем к осенней теме сегодня я выбирала долго чем я буду работать напомню фон нам нужно создать сложный фон красивый за счет сложного фона нам будет проще сделать композицию по лепке потому что лепка это такая история она долгоиграющая да пока мы ее слепим украсим но не все клиенты хотят делать такой долгий дизайн вот сейчас я вам покажу как лепка может делаться достаточно быстро примитивно но при этом будет смотреться сложно опять же за счет чего за счет сложного фона предлагаю из новой коллекции гель-лака взять коричневый сейчас конечно от этого коричневого у нас ничего не останется мы его закамуфлируем но тем не менее получится очень классно например часть ногтей сделать с таким приглушенным коричневым а часть сделать вот с таким ярким коричневым очень красивая коллекция напомню это уже гель-лаки вот кто еще не купил обязательно переходите по ссылке в описании будут ссылки на вал берез на озон на и me shop.ru я уверена есть у представителей посмотрите какая красивая такая коммерческая коллекция цвета абсолютно корме коммерчески хотя здесь много трендовых цветов смотрите 491 тренд 492 тренд 93 тренд 94 тренд ну и конечно же куда там 96 тоже тренд да понятно фиолетовый хотя вот тоже 490 вот этих оттенков сейчас таких вот грязно-бордовых их очень много вот у нас здесь их h21 более ягодные один вот прям идеальный про правильные дэдива нехмурая вышла она вышла абсолютно модная этой осенью зимой очень много таких вот темных глубоких оттенков особенно в одежде будет очень много бордо обязательно ходить хотите быть главной модницей купите себе либо кожаную сумку либо куртку либо что-то из верхов вот такого грязно-бордового цвета если вы любите оттенки в гардеробе серого обязательно серый маникюр будет классно хочется яркости какой-то необычности это синий это зеленый маникюр я вот только что снялась и без зеленый маникюр офигенное было ощущение я не знаю меня хватали за руки все цвета просто вы видите базовые коричные коричневый абсолютно правильного оттенка и потона потому что сейчас бум на коричневый если я в том году сомневалась покупать не коричневые вещи или нет то сейчас это однозначно тренд обувь коричневая да не черная коричневая сумки аксессуары коричневые очень много драповых пальто шуб именно такого шоколадного коричневого цвета что коллекция просто огонь я специально не стала делать никаких ярких оттенков хотя очень хотелось вот но мне кажется это вот вот прям вот идеально причем под разные группы клиентов ну под новый год как всегда с блесточками уже там до колеруем варим в общем роскошная коллекция аристократик ну так лепочка наша что нам понадобится мы делаем с вами сейчас специально два типса одновременно и мне сейчас неудобно будет я здесь показывала вариант ладно делаем по одному я просто до этого в инстаграм вела и делала конвейером у меня была одна типса уже готова одну я в процессе готовила было удобно делать итак делаем однотонно темное покрытие здесь кстати неважно какое покрытие но я предлагаю взять коричневый чтобы вы просто лишний раз посмотрели какой роскошный коричневый оттенок у нас недавно выходила тоже коричневая коллекция на где-то в конце весны выходила тоже классная сейчас коричневых будет очень много да сейчас это прям такой вот прям тренд однозначно я вот сейчас выбираю между черным пальто и коричневым пальто представляете чтобы я носила коричневые вещи вообще не до никогда не в жизнь то сейчас я прям смотрю на коричневые цвета и маникюр вполне себе будет очень круто смотреться даже вот просто без дизайна вообще если взять всю коллекцию она видите чем хороша цвета самодостаточные вот и на раз покрываешь и не хочешь делать на них дизайн это вот то что получилось с моим маникюром зеленым давайте я вам напомню так напомню так где мой маникюрчик зеленый вот они эти ноготочки посмотрите вот настолько не хотелось даже дизайн делать насколько я люблю дизайн да но зеленый был так красив и самодостаточен особенно под матовым топом что я просто вот часть ногтей оставила пустыми что цвета просто не хочется даже дизайн делать но мы сегодня с вами лепим лепим так предлагаю добавить стемпинг как подмалевок почему чтобы лепка превратилась в скоростной дизайн а это не скоростной дизайн все-таки такая история на любителя по скорости не каждый если особенно вы это редко делаете сделает это быстро вот поэтому как-то помочь себе мы можем за счет подмалевка подмалевок вот я вам вела где-то недели три-четыре назад тоже лепка была я вам показывала подмалевок вручную сделанной тоже очень может сэкономить время второй вариант подмалевок это когда мы берем с вами стемпинг берем стемпинг краску лаковую беленькую от эми пластина от эми кружева номер четыре она есть в базовом ассортименте здесь очень много гипюра кружева вензелей и есть вот несколько вариантиков прикольных подмалевков для вашей лепки в том числе я вот здесь вот возьму такой вот букетик он очень милашненьким и мне как помощь для моей лепочки вполне себе будет сейчас мы чуть-чуть лишненько уберем я прям на диспрессионную пленку чтобы время не терять сделала теперь чтобы усложнить фон я решила еще взять камуфлирующую базу какую-нибудь и очень тонко прям промазать чтобы у меня этот белый немножко приглушился получится очень красивый такой нюдовый цвет уже не коричневый гель-лак так сделали тут же на дисперсию этой базы предлагаю усложнить букетиком из слайдеров вот есть букетики либо номер 137 осеннее утро осеннее утро и где мой любимый вот я еще до этого кстати слайдера не дошла еще я им ничего не делала но я вам каждый раз его показываю потому что он роскошный вот он он просто роскошный тут это золото восхитительно несмотря на его большое количество кстати ложится мягко очень имейте ввиду очень красиво так ну я выбираю этот букетик он не такой яркий вот и как раз будет у нас там на заднем плане залепкой мелькать очень хорошие букетики прошу прощения вот они малышки ногти мне конечно мои сейчас очень нравятся вот но для меня это конечно скучновато согласитесь да человек который привык носить гигантскую длину вот но я все еще любуюсь на вот эти ногти это будущее мои ногти имейте ввиду я представляю как будет удивлен мой муж я прям даже хочу форму такую сделать кого какую этих типс вот ну либо верхние формы сделаю себе посмотрим чем буду наращивать восхитительный дизайн видите никак не могу забыть о него я должна была вчера его сделать себе кстати можно из шармикончиков будет сюда тоже добавить смотрите специально перекрываю наслаиваю да не рядышком приклеиваю а так понятно ультрабонтик так мне конечно же хочется еще шармикончик сюда пихнуть мне есть любимый шармикон я каждую осень его всегда достаю я его очень люблю это шармикон он так и называется осенняя нежность номер 190 и он в осенние дизайны всегда вот очень как знаете такая маленькая дополнял очка вот как катя мирошниченко любит она любит чтобы всего и побольше было до остановиться не могу ладно не будем его добавлять раз уже здесь у меня на образцах нет ничего становимся да так и перекрываем матовым топом самое главное условие чтобы наша лепка была комфортная это сделать матовое покрытие потому что лепить по глянцевому покрытию это жесть там акрил неудобно выкладывать а уж пластилин и подавно и так что нам понадобится записывайте я всегда жидкость использую для лепки обычный наш очищающий спрей для вот обработки поверхности рук и ног вот самый обычный наш очищающий спрей беру от него стаканчик которого здесь вот крышечка обычно сюда вот так набрызгиваю дальше мне понадобится сам пластилин непосредственно обязательно ссылки на пластилин вам повешу сегодня повешу ссылку только на пластилин white это мягкий пластилин есть еще hard вот но ваша задача все-таки для плоскостной лепки больше использовать мягкий пластилин он не совсем сначала комфортен не совсем понятно как им работать но самом деле им легче всего делать плоскостную лепку и самое главное быстро почему в эме нет большого разнообразия пластилина вот я просто как бы уверена в том что сам дизайн пластилин да это лепка какая-то очень редкий дизайн который хочется делать ну вот как-то периодами там весной летом сейчас еще можно в начале осени и это вот цветочки хотя помните у нас был с вами курс вернее курс мастер-класс я показывала вот такие абстракции тоже крутые абстракция она может быть но вот здесь вот не каждый может кстати абстракцию красиво сделать поэтому все всегда что делают лепят цветы вот поэтому я всегда учила учеников что акрил когда я обучала лепку акрилом что вот сейчас гель пластилин вы покупаете белый пластилин либо вы покупаете белый акрил и вы его просто красите можно в отдельные потом баночки поскладывать можно палитру купить палитре развести это и у вас будет с одной банки нужно вам палитра единственный минус это конечно факт минус то что при окрашивании вы можете себе позволить сделать только пастельную коллекцию вот поэтому ну понятно что самое популярное для окрашивания мы берем это неоновые пигменты да смотрите какая няшка получается можно даже еще посветлее вот можно кстати брать не популярные пигменты например мне здесь есть коробочка у меня там есть такой пигмент коричневый он сам по себе ну как бы интересный да но при намешивании он даст максимум такой вот легкий бежевый отлив но вполне себе поэтому имейте ввиду можно красить пластилин даже вот такими обычными перламутрами единственное нужно заранее знать какой перламутр даст эффект бывает что перламутр вот так красивый особенно эти майский жук а начинаешь смешивать с пластилином там будет какашливый серый оттенок вот нам кстати вот по цвету бежевый вполне себе подойдет вот поэтому пигменты все идут при окрашивании пластилина вот у эми есть 15 грамм пластилин и 5 грамм пластилин еще раз напомню есть хард но мы сегодня хард не работаем хард кисточкой практически невозможно лепить нужно стеками лепить тоже красиво классно но чуть-чуть другие моменты так нам понадобится сама палочка кисточка мазок номер ноль сейчас обязательно менеджеру скажу чтобы повесила ссылку именно на эту кисточку это единственная кисточка которой я леплю и акриловую лепку рекомендую если любите акрил лепить цветы абстракция офигенная кисть это красный соболь это не колонок она у нас вот одна такая не больше не меньше а вот мне кажется это идеальная кисточка так что-то мне жарко стало и вот она наша жидкость поехали чтобы это было быстро я не буду делать сложные лепестки без прожилок без ничего я предлагаю делать видите плюс так как есть уже сложно сочиненный фон вокруг это будет не существенно облегчать жизнь самое первое правило и набирайте много я делаю через один лепесток ведь не делаю лепесток лепестку потому что это не акрил он на воздухе не сохнет вот поэтому чтобы лепесток рядом с другим лепестком лепить сразу вот не аккуратно вот чтобы работа была аккуратная я вот так обычно через один леплю полимеризовая потом между добавляю же после просушки здесь очень удобно мне есть на что сориентироваться видите я ориентируюсь на контур можно кстати прям лампочку брать эти фонарики прикольные быстро тоже подсушивать и дальше продолжать хотя удобно все таки в конвейерной технике лепить когда ты на одном ноготочке так чуть я давайте чуть пониже опущу чтоб лучше было видно не сегодня так держатель фигур о отлично видно всем привет привет с севастополя кто-то лепку люблю только акрилом слушайте но я почему на гелевую лепку свое время перешла все равно в салоне у нас вот когда кто-то особенно я-то любитель была акриловой лепки я же бывший конкурсный мастер по 3d лепки у меня фигуры эльфы люди животные лошади господи что я только не лепила клиентам ну клиентами всегда конечно лепила цветы если я работала с кем-то все другие клиенты они конечно просто помирали это начиналось нытье почему так воняет и так далее я как-то так потихоньку потихоньку именно в салонном варианте перешла именно на пластилин вот если конкурс брать я согласна все-таки вот в конкурсе лепку людей животных осуществлять все-таки проще акрилом пришел моментально тут же стынет на воздухе для новочков конечно возможно это геморрой лицо человека слепить на скорости вот но зато это очень облегчает работу а то в салоне ну например те же цветочки лепить не очень нравится пластилином не вонючий у всех получается почему получается у всех потому что он в отличие от акрила не нужно учиться каплю эту акриловую чувствовать что вспоминаю как я группы вела когда раньше по акриловой лепки мы наверно полдня сидим только особенно если делевики пришли и они акрил никогда там жизни не пробовали полдня только учимся каплю чувствовать акриловую какой момент ее разжимать чтобы прожилки красивые получились сказать что я какую-то супер сложную сейчас лепку выбрала нет смотрится почему все равно неплохо а потому что подмалевок есть он нивелирует вот эту простоту выбранной лепки потому что сложный фон поэтому я всегда когда делаете что-то сложное подумайте чем вы можете себе сэкономить время на фоне что делать например все полностью из лепки по фону роспись ручную еще добавлять ну блин геморрой будет очень долго в рамках салона вот а когда мы берем дополнительные материалы такие как стемпинг как слайдеры шермиконы получается даже очень быстренько конечно виртуозные из лепки могут лепить не все это факт сейчас например конкурс был эмми nail fest ну нельзя сказать что прям участников было много в этой номинации но тем не менее прям хорошая классная работа из лепки это надо прям вот постараться и закрыла чуть-чуть в этом плане проще я помню до сих пор когда геля не было все конкурсные работы если это лепка то это был всегда акрил автоматически а потом когда появились гели первое особенно их называют такие соплеобразные гели были жидких не было твердых не было ну такие соплеобразные были господи до сих пор не появилась номинация гелевая 3d это прям 3d должны быть фигуры объемные я лепила лошадей я помню какое так был от слепить там например штук 30 маленьких лошадей бегущих из геля это очень сложно поэтому до номинации которые с гелевой лепкой они конкурсные сложнее намного чем акрил вот а в салоне видите наоборот салонные варианты мне например проще сделать из геля и никому при этом не мешать вонючкой тоже все равно классная лепка акриловая она только из вонючего ликвида ликвидом без запаха фигня фигней все равно смотрите примитивная техника лепки сейчас выбрана мною но смотрится очень даже милашно буквально сейчас мы добавим здесь вот малыша и сидите чем хорош подмалевок из стемпинга у меня тормозит ограничивать то что даже я когда леплю без подмалеков все равно цветы более крупные получаются огромные а здесь видите они автоматически такие малыши и аккуратные я не выхожу за контуры меня этот контур он у меня ограничивает так но в конце сушим две минуты снимаем липкость и обязательно нужно будет сейчас это все украсить бульонками например единственное мне сегодня не оказалось мелких бульонок я вот нашла но не гиганты это максимум конечно так либо одна бульон очка в центр либо максимум в какой-то один цветочек 32 и там 1 например еще раз напомню слайдеры какие могут быть под подлепку этой осенью как подмалевок это осеннее утро номер 137 это слайдер номер 138 танец бабочек а сам контур вы задаете не слайдером а еще раз напомню стемпингом просто посмотрите внимательно ваши пластины что у вас есть более или менее подходящие под кругленькие лепестки чтобы вам было комфортно это все пролепить хотя даже вот здесь вот есть этот цветок смотрите его если пролепить тоже получился бы офигенный цветок вот и пластилин я работала именно мягким пластилином красила я самыми обычными пигментами есть 5 грамм есть 15 грамм вот почему лучше брать 15 потому что вы берете сразу красите пластилин и складываете в баночки какие-нибудь ну там одноразовые покупаете пустую тару на том же озоне да на балбересе и складывать цветной уже пластилин который вы приготовили и он у вас будет храниться там до следующего клиента чтобы при клиенте это каждый раз не намешивать время не тратить возьмите сформируйте себе палитру самых популярных оттенков пластилина так и теперь можно на какую-нибудь топ либо базу посадить бульон очки вот просто 5 грамм банка быстро заканчивается вы заколируете у вас белого пластилина там практически не будет вот а так вот 15 грамм купите и у вас будет и белый пластилин что все равно самый большой расход у вас будет в итоге именно белого пластилина вот и будет цветной лепку очень люблю я когда-то начинала именно с лепки вот 22 года назад этого вот то во что я влюбилась то ради чего я пришла вообще в ногти что это ногти там вот кто мою историю там хорошо не знает могу общество минут пять рассказать я зашла в ногти из-за дизайна ногтей и я всегда говорю что ногти это намного больше чем просто гигиена наращивание и укрепление гель-лаком ногти это творчество может быть для многих женщин я не говорю что для всех вот но для многих это может явиться творчеством так смотрите что у нас с вами получилось такие вариантики вот и в розовом цвете ведь примитивная лепка способ лепки был выбран очень простой но почему смотрится так неплохо а потому что фон контур присутствуют дополнительные слайдеры виде цветов и все это вот вместе она создает такую объемную сложную картинку сейчас я вам прям буквально пять минут вот расскажу почему я зашла в эту профессию я же художник с высшим образованием для меня как бы маникюр он не существовал никогда я себе и всю жизнь делала дизайн на ногтях подрабатывала в салоне но смотрите маникюр никогда не делала что что а маникюр никогда не делала это вот удивительно меня сажая я работала администратором салоне меня мастера маникюра они когда гель-лаков же тоже не было гели не было цветных тогда что делали ногти нарастили там за на типсах перевернули замоделировали липкий слой сняли и лаком покрыли меня всегда звали осадилась с красками с кисточками разрисовывала ногти клиенту и вот в эту профессию я зашла когда увидела работы с лепкой я влюбилась что можно делать животных драконов лошадей девушек парней я помню вот эти конкурсные работы увидела это еще была елена мальцева и зефло и мне кажется я только ради этого и зашла в ногти и ногти начала учиться делать потому что ну как мне чтобы этим заниматься это же как уже уже финал правильно перед этим нужно совершить процедуру маникюр педикюр сделать наращивание в конце уже дизайн шоу вот я только ради этого начала учиться на маникюр на педикюр потом на наращивание начала вот как раз лепка вот когда-то лепка она меня очень сильно вдохновила когда увидела думаю господи вот казалось бы мастер маникюра и тут просто произведение искусства а еще кто не знает смотрите диплом мне выпускной на пятом курсе института разрешили делать как раз конкурсную работу ногтевую я уверена нигде такого никогда еще не было вот вот руку на отсечение дает до сих пор не знаю как мой дипломный руководитель вообще согласился на это непонятно я до сих пор что я заканчивала декоративно-прикладное искусство у меня уже были готовы эскизы должна была делать керамику гигантский сервиз вот у меня там в стиле майя ацтеков должен был быть сервис по что я неформальный было очень человек полный неформал не классический сервис он был абсолютно футуристичный и я принесла ей конкурсную свою работу я выиграла первое место у меня там были властелин колец по моему тогда первый вышел властелин колец и я принесла эту работу конкурсную показал год это что я говорю а это я вот в конкурсе часто я же подрабатываю мастером маникюра работаю в салоне а это мелкая пластика давай ты будешь там типа на эту тему делать диплом я говорю а как это ну это же ногти он гордо вот так и делай и короче я убрала керамику и я прям на защиту диплома привела модель как на конкурсе сделала тему эльфы эльфийский лес там правда фигуры были побольше не в рамках конкурса чтоб ну для дипломной работы вот поэтому на заметку у меня в дипломе вкладыш лежит название дипломной работы внедрение технологии дп и в индустрию красоты прикиньте как я завернула это был 2005 год вот больше конечно таких экспериментов не повторяли вот там еще был мальчик которому разрешили к с какими-то там футуристичными машинами делать проект по дизайну и мне вот разрешили ногтевые технологии внедрения в дп и наоборот технологии дп и внедрение в ногтевое направление вот как то так поэтому кто не смотрел мастер-класс по лепке сегодня пересмотрите показала максимально простую примитивную работу лепки она быстро но быстро только с условием если вы создадите красивый сложный фон фото работы есть конечно у меня фото работы и конкурсные мои работы есть как-нибудь можно сделать прямой эфир работа диплом на она такая осталась в университете вот насколько я знаю в итоге она развалилась потому что это был акриловые мелкие работа них таскали из витрины витрину и короче разрушилась работа а вот конкурсные работы нас чемпионата мира чемпионата европы где очень много людей животных лошадей лежит дома храниться пылится всем большое спасибо за внимание всем пока пока бульонки я круть крепила на базу и милак лучше всего брать максим все ссылки на покупку материалов и сейчас повешу позже в описании к этому эфиру